Мы можем этому противостоять. Что мы делаем? Мы охраняем город, мы охраняем город в пустах, мы, по мере возможности, охраняем безопасность на муку. Какие есть точки теперь? Это всем известная ситуация с вождем мирового культуре, который никак не может лишиться. И это митинги, которые начали организовывать в Мелитополе. Митинги по нашей информации 100% проплаченные, которые организовываются для создания массовых беспорядков. Обещаем вам, что по возможности мы все вместе все эти вещи приедем. О каких митингах вы сейчас говорите? Смотрите, завтра митинг, якобы посвященный экологии, то наша информация, что участникам митингов за приход платится 100 гривен. Цель митинга не ясна, потому что в Мелитополе никогда не было проблем с экологией. Вообще, на наш взгляд, вопрос не актуальный, надуманный. То есть, в чем мы благодарим, я не совсем не актуален этот вопрос, но а митинг, что-то за это становится, что он плачет для него, который был за просмотр, что зачем он закончится, если кто-то ставит какой флаг там, или какие будут призывы, нам неизвестно, но что забудет. Очередная попытка провокации тех сил, которые проплачены страной-агрессором, через, мягко говоря, лояльных людей, которые находятся у нас в Мелитополе. В том числе это касается этого митинга. Последующего митинга по поводу мобилизации, тоже у нас есть такая информация, что собирается опять срывать мобилизацию. Вы знаете, как это происходило буквально осенью прошлого года. Поэтому мы будем противодействовать всем попыткам такого рода, так называемым, собраниям и митингам против того, чтобы была стабилизация у нас в городе нормальной. Мы против дестабилизации, в том числе, как мы перед фест-конференцией общались, никто не заинтересован в эксплуатативских сил в раскачке ситуации по поводу памяти этого линия. Для нас это вообще даже третий степенный вопрос вообще по большому счету. Минько заявил, что обратился к патриотическим силам в сфере охранения. Это да, есть милиция. Подтверждаю, что он был на митинг, но с этой ночью мы попрали его в эти точки близкие для коммунистических сил, так сказать. Самники Ленина, другие постаменты по мере возможностей охраняли, чтобы не было проказа. Потому что очень хорошо понимаем, что если это будет, то это не произойдет ни от того, от патриотических сил. Все собрания сегодня культурные, адекватные. Никто не собирается воевать с туканом и с памятниками. Для войны есть реальная возможность. То есть вы будете охранять памятники Ленина? Скорее всего, это не будет какая-то постоянная акция. Скорее всего, к этому будет просто постоянная основа по случаю милиции. Но пока это не огородовано, это очень... Другие организации будут ли участвовать в этом? Право-секретаре. Продолжение, чтобы коммунистическая партия отгоняла свои силы. У нас есть чем заниматься. У нас будет людей в головных воле гораздо больше, чем охрана этих памятников, действительно, идолом. У нас стоят такие вопросы, как сложность финансирования, выезды и все остальное. Питание, блокпосток. Потому что и погодные условия очень серьезные. Бросают вызовы на расстоять 12 или 24 часа в таких неблагоприятных условиях. Это нужно бездоровье, патриотический дух и желание там стоять. Заниматься Лениным как-то будет? На самом деле, до меня в следующий момент отношения у каждого была заслушка по поводу переноса памятника Ленину. И на самом деле, как мы все понимаем, одна часть населения за то, чтобы его убрать, другая часть населения против того, чтобы его убрать. Но тем не менее и те, и те жители этого города. Поэтому к этому как-то надо относиться, толерантно к этим вопросам. То есть поддерживаю сказанное выше о том, что перед нами сейчас стоят абсолютно другие задачи. То есть конкретно мое мнение, я против того, что Ленин там стоял. Кто-то хочет там видеть памятники советской эпохи, давайте поставим памятник ЦОН. Тоже советская эпоха. Ну или Толькову, например. Почему нет? То есть, ну это вопрос тот, которым мы коснемся немножко позже. На сегодняшний момент у нас одна общая беда. В стране идет война. И она очень близко водена. И мы не знаем, чем закончатся переговоры, которые, я думаю, намечаются уже повторно. Опять же, надежда есть под Ивальцем. Вы, наверное, знают, что инициаторы, как инициаторы, как инициаторы, вызывают сильно к этому. Поэтому мы акцентируем внимание на безопасность. В первую очередь, граждан города, не ли только безопасность, а не война со ступанью. Это основная тема. Потому что по другим годам, видимо, Украина, та же Одесса, тот же Днепропетровск, тот же Харьков. Проходят провокации, диверсии. И сейчас не одна из разных источников известно, что забрался сонный опыт на Украину, которая, чтобы расшатать, дистинфицировать ситуацию, посеять манику среди гражданского населения, простых людей, чтобы вызвать массовое негодование нашей власти, власти Украины и всего остального. Первая задача нашей батарейки сил – бороться с этим. Не допустить никаких взрывов максимальных, как это нужно, дай Бог, чтобы их не было никогда. Скажите, пожалуйста, а вот эта вот тема, которую подняли по Ленину, разве это не есть вброс той самой негативной информации, которая только разделила наше общество? Как Вы считаете? Ленин – это точка фронта. То есть, на самом деле, Мелитополь очень долгое время был белым пятном, да, то есть, той стороны, мы никак не занимаемся. И Ленин – это просто точка входа в конфликт, точка организации конфликта в гражданском обществе. Это максимально для этого и существуют попытки цивилизованным путем это решить. Цивилизованное решение уже неоднократно было озвучено, принести музей от музея для того, чтобы вот эти вещи все были в сохранности.